Это стандартная армейская снайперская винтовка СВД. Её используют для вооружения штатных снайперов, работающих на поле боя. Она позволяет поразить цель на дистанции 600-800 метров, а на более коротких дистанциях может пробивать практически все типы носимых бронежилетов. Но что делать, если цель находится намного дальше или защищена лучше? Ответ – крупнокалиберная винтовка ОСВ-96. Вот это стандартный патрон калибра 7,62 мм. Он используется в большинстве снайперских винтовок. А вот это патрон калибра 12,7 мм, который используется в винтовке ОСВ-96. Его пуля почти в пять раз тяжелее, и он может уничтожить практически любую цель. Мощная крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 была создана в середине 90-х годов в Тульском КБ приборостроения. Она предназначалась для борьбы с небронированными и легко бронированными целями противника. Из этой винтовки можно подбить вертолёт. Её смертоносный боеприпас позволяет вывести из строя радиолокационную станцию или уничтожить командно-штабную машину. Мало того, опытный снайпер на короткой дистанции сможет при помощи этого супермощного оружия нанести серьёзные повреждения даже лёгкому бронетранспортеру. Фактически ОСВ-96 – дальний родственник противотанковых ружей, которые во Вторую мировую войну бирявили немецкие танки словно консервные банки. Естественно, для ОСВ-96 абсолютно не проблема прострелить, к примеру, кирпичную стенку и поразить противника, укрывшегося за ней. ОСВ-96 – страшное оружие, от которого нет спасения. Но и это ещё не всё. Боеприпас ОСВ-96 не только супермощный, но ещё и невероятно дальнобойный. Пуля калибра 12,7 мм может поразить цель на дистанции 1800 метров. На таком расстоянии снайпер, используя специальный патрон, может уложить все пули в круг диаметром чуть больше полуметра. Более того, смертоносное действие снаряда сохраняется до 3 километров. Это длина 30 футбольных полей. Кстати, на таком расстоянии стрелок, вооружённый ОСВ-96, будет абсолютно недосягаем для какого-либо ответного вражеского огня. Мало того, благодаря своей дальнобойности, тульская винтовка – отличный инструмент для борьбы с вражескими снайперами. Ведь противник никогда не сможет ничего противопоставить такому оружию, даже если засечёт бойца, который за ним охотится. Многие крупнокалиберные винтовки используют ручную перезарядку. Стрелок должен передёргивать затвор после каждого выстрела. Тульская ОСВ-96 использует другой принцип работы. И перезарядка оружия происходит автоматически. Что этим добивается? Максимальная боеготовность винтовки к второму выстрелу. То есть стрелок может быстро перейти с одной цели на другую, не затрачивая время на ручное перезаряжение. Почему зарубежные фирмы не предпочитают автоматические снайперские винтовки? Сложилось мнение, что при применении систем самозарядных винтовок ухудшается кучность. Но данная винтовка показала, что кучность её находится на уровне тех винтовок зарубежных, которые выполнены по схеме ручного перезаряжения. В магазине ОСВ-96 пять патронов. Винтовка использует два типа боеприпасов. Если стрелку необходимо поразить цель на большой дистанции, он использует специально подобранные снайперские патроны. Если же перед снайпером стоит задача уничтожить вражескую бронетехнику, он стреляет особо мощными бронебойными или бронебойно-зажигательными патронами. Кстати, если цель стрелка – живая сила противника, то каждый выстрел из неё будет смертельным. Ведь попадание пули калибра 12,7 мм человека влечёт за собой гарантированный болевой шок или отрыв части тела. Один из минусов крупнокалиберных винтовок – мощная отдача в плечо стрелка. В ОСВ-96 для устранения этой проблемы применён специальный дульный тормоз-пламегаситель. Он значительно снижает болевые ощущения при стрельбе из оружия, а кроме того, минимизирует дульную вспышку. А это значит, что снайпер не обнаружит себя столбом пламени из ствола оружия. Кроме того, эффективный дульный тормоз позволяет уменьшить пагубное влияние звуковыстрела на уши стрелка, ведь грохот при стрельбе патронами 12,7 мм просто чудовищный. Также для уменьшения отдачи на прикладе винтовки установлен резиновый затыльник. ОСВ-96 состоит на вооружении спецподразделений силовых структур России, а также ряда других стран. Винтовка поставляется на экспорт. Основная сфера использования оружия – специальные операции, в основном локальные конфликты. По словам конструкторов, сами стрелки об оружии отзываются положительно. Первоначально, конечно, пугает внешний вид, размеры, калибр. Но когда снайпер начинает стрелять и чувствует то, что она может, остается довольна. ОСВ-96 имеет достаточно большую длину – более полутора метров в боевом положении. Для уменьшения габаритов оружия конструкторы предусмотрели возможность складывания винтовки. В таком состоянии ее легко может переносить один стрелок. Более того, она становится даже короче стандартной армейской снайперской винтовки СВД. У ОСВ-96 есть западные аналоги. Например, знаменитая винтовка М-82 фирмы «Барретт». Это оружие великолепно проявило себя во время операции «Буря в пустыне» и до сих пор крайне эффективно используется в боевых действиях, которые ведут войска стран НАТО. «Барретт» использует практически идентичный боеприпас с калибра 12,7 мм американского производства. Правда, магазин у американской винтовки более вместительный – 10 патронов. М-82 весит практически так же, как и ОСВ-96 – около 12 килограммов. Она чуть короче, но у нее отсутствует возможность складывания оружия. Поэтому бойцу, который вооружен ей, придется маневрировать с оружием длиной почти полтора метра, в то время как габариты, сложенные ОСВ-96, чуть больше метра. А это означает, что стрелок, вооруженный ей, будет намного мобильней.